Еще одна встреча власти и СМИ. Пресс-конференция президента России с изнанки. Без мягких игрушек, еды и воды. Вчера Владимир Путин 3,5 часа в прямом эфире беседовал с журналистами со всего мира. Но что осталось за кадром, увидела наш корреспондент Мария Новикова. Она готова рассказать, как важно занять правильное место в зале, а также какие вопросы остались без ответов. Столько телекамер в одном месте редко когда увидишь. Но пока первого лица государства не видно, они обращены на коллег. Перед пресс-конференцией Владимира Путина журналисты тренируются друг на друге. Честно говоря, не готовила заранее никаких блокадов. Пришла ва раньше, заняла очередь. Надеюсь, заняться в лучшую место. Занимать места в зале репортеры начали за пять часов до начала. Готовили не только вопросы, но и реквизит. Так, журналистка из Челябинска надела танковый шлем, чтобы спросить о судьбе танкостроительных заводов. Алтайцы, спасая местный заповедник от застройки, обратились к корням, национальному костюму. Президенту привезли соевые бобы и квас. Журналисты из Эстонии с пустыми руками, но полные противоречий. Заявляют о поддержке антироссийских санкций и в то же время приглашают нас в гости на Новый год. Это есть такая ситуация неясная, что официальная позиция как-то одна. Но отношения между людьми как-то все-таки развиваются. Люди приезжают, русские, которые в Эстонии, любят гулять на Новый год. Но здесь о развлечениях думают в последнюю очередь. Скажите тогда, в первый канал, 21, 22, 23. Чтобы ответы Владимира Путина увидели и услышали во всех уголках мира, на прицел его берут сотни объективов. Операторы хоть в тесноте, но на друг друга не в обиде. Споры возникают лишь с фотографами. Потому что они неожиданно выскакивают, знаете, как сказал нам, но не на камеру. И приходится так. Потому что они закрывают нам картинку. Мы же стоим все на штативах, а они более мобильные. Репортеры тем временем стараются найти себе место. Получше да поцентральнее. Правда, не оно красит журналистов. Чтобы тебя заметил президент, нужно выделяться. Хотя встречу еще на входе задали деловой тон. В этом году привлечь внимание главы государства журналистам стало еще сложнее. По регламенту запрещены традиционно мягкие игрушки, транспаранты и даже большие плакаты. Их конфисковывали прямо на входе в зал конференции. Так что репортерам приходилось импровизировать и рисовать прямо на месте. Некоторым все же удалось пронести контрафакт. Но большинство участников рисовали плакаты на коленке. Сигналы Путина подавали и палехским платком, и открыткой, и плюшевым зайцем. Только тссс, закреки могли вывести из зала. В этом году спикер искал в толпе в основном знакомые лица. Больше половины вопросов задали корреспонденты федеральных и иностранных каналов. К великому сожалению остальных. Почему президентский пул занимает большую часть времени на пресс-конференции? Дети и люди имеют возможность задавать вопросы президенту в течение года. Мы региональщики, едем за тысячи километров для того, чтобы один раз в год попытать счастье и задать президенту вопрос. Но попытки-пытки репортеры все же делают. Есть шанс защитить и общественные, и шкурные интересы. Например, сделать карьеру. Я много видел коллег, которые из ничего буквально один вопрос задавали президенту, а потом приезжали сюда обозревателями центральных газет. Знаю такие случаи, рядом со мной девушки сидели. Уходить вслед за Путиным журналисты не спешили. Думали, как через год выиграть лотерею. И задать президенту свой главный вопрос. Мария Новикова, Андрей Снопиков, Новости 41-го канала.